приветствую вас уважаемые трейдеры сегодня мы с вами поговорим о трейдинге разберем сделки участников массе группы но прежде всего я хотел бы вас сегодня познакомить с одной интересной темой я бы ее назвал так как вовремя остановиться причем это касается и нашей повседневной жизни нашей работы взаимоотношения с коллегами и в том числе и трейдинг и хочу привести здесь более подробные примеры чтобы мы друг друга поняли о чем идет речь и так вариант первый начинается торговый день вы делаете первую сделку и она закрывается по тейку какое счастье отлично позитивное настроение хочется продолжать дальше делайте следующую сделку и она также закрывается по тейку прелесть да отличный день все складывается вашу пользу и на мгновение буквально на мгновение к вам закрадывается такая мысль может быть на сегодня хватит но вы его сильно гоните от себя и понятно почему сегодня звезды ваши они сложились в вашу пользу и сегодня вы наверняка сорвете джекпот поэтому вы гоните эту мысль от себя как можно остановиться сегодня все золото мира будет моё и вы продолжаете торговать но при этом при всем не забывайте что при этом когда вы окрыленные когда вас присутствует вот такая эйфория уровень контроля теряется и после этого естественно после череды вы сделала по тейку естественно есть вероятность того что вы получите стоп вы получаете первый стоп потом второй и постепенно заработанные деньги возвращаются в рынок и это происходит только потому что контроль над ситуацией теряется эйфория накрыла трейдера вы даже не замечаете тот момент когда все что вы заработали в текущий день уходит в рынок ну и несложно догадаться что после этого вы начинаете уже докладывать деньги и своего депозита депозит стремительно уменьшается и несложно догадаться какой будет итог этого дня вариант 2 открывается торговый день но к сожалению первая сделка получается по стопу но вы на это не обращайте внимание с кем не бывает как говорится без стопов тейков не бывает поэтому спокойно продолжайте торговать дальше следующая сделка и опять стоп конечно на долю секунды у вас может промекнуть мысль слушай может остановиться может быть на сегодня хватит но нет вы ее категорически отвергаете и я поясню почему сам через это проходил все объясняется очень просто вы только что имели деньги на счету и вы их потеряли какое первейшее чувство у вас внутри появляется конечно же вернуть потерянное и на передний план выходит вернуть потери а торговля по торговой системы куда-то уходит на второй а может быть и на третий план и вы пытаетесь любым путем чтобы не стоило цепляетесь за каждую соломинку в надежде вернуть потерянные деньги понятно что это не приносит должного эффекта потому что вы торгуете уже не по торговой системе знаете что с вами происходит вы пытаетесь отыграться ну не сложно догадаться куда этот путь вас приведет поэтому через какое-то время ваш убыток удваивается по отношению к тому который вы получили в самом начале торговли поэтому желание отыграться это достаточно пагубное занятие ну и как бы подытожив вышесказанное когда вечером вы уже разбираете свой рабочий день него независимо от того по какому пути день ваш прошел то ли вы сначала зарабатывали и были в состоянии эйфории или ваш день начался с убытков итог оказался одним и тем же и вы вспоминаете тот момент когда мысль великолепная мысль пришла вам но вы ее прогнали а мысль заключается в следующем может быть на сегодня хватит может быть стоит остановиться и вы сразу говорите вот если бы я остановился тогда не было бы вот такого на плачевного итог отсюда какой вывод мы с вами делаем умение вовремя остановиться это не означает это не признак вашей слабости это наоборот признак вашей силы вашей уверенности и и соответственно дисциплине а дисциплина это основа нашей торговой системы поэтому никогда об этом не забываем ну а теперь давайте перейдем к разбору сделок участников массе группы и начинаем мы как обычно со сделок по стопу и так мы видим здесь девочку по газпрому трейдер торговал вот пробой такого уровня цена пробила его мы видим здесь на между дневном формате хороший хорошо показан этот уровень от тестировал его с обратной стороны то есть уровень сопротивления превратился в уровень поддержки трейдер заходит затем еще добирает позицию но к сожалению трейдер выбивает по стопу другая сделка в данном случае эта сделка произведена на криптовалютном рынке вот здесь определенная монета нарисована трейдер отторговал вот такой уровень в принципе кажется достаточно симпатичным кто-то скажет можно провести зону но зона будет здесь достаточно такая широкая вот если торговать именно к этому уровню то в принципе вход я бы сказал оправдан но к сожалению видимо здесь произошел достаточно сильный разворот и вот это движение оказалось настолько сильным что трейдеры выбивают по стопу здесь жаль не видно перезахода трейдера потому что здесь образовалась хорошая зона 3d правильно отрисовал зону поддержки но в дальнейшем движение при развороте трейдер уже не участвовал а вот эта сделочка по фьючерсу на евро и что мы здесь видим мы видим здесь удержание уровня от которого трейдер торговал был уровень поддержки который превратился уровень сопротивления трейдер заходит позицию закрывается по тейку но видимо каскад был настолько оптимистичен но к сожалению цена дальше не пошла поэтому цена развернулась и трейдер выбивает по стопу еще одна сделка другого трейдера торговался фьючерс на нефть мы видим здесь но в принципе нормальная системная сделка хорошая опять же удержание уровня был уровень сопротивление который перешел уровень поддержки я считаю вход абсолютно оправданный но к сожалению в данном случае цена в сторону трейдера не пошла поэтому это заслуженный стоп еще одна сделка с криптовалютного рынка здесь торговалась вот эта монета также мы видим с вами уровень который трейдера торговал был уровень сопротивления переходящие в уровень поддержки но я бы сказал так что наверное я бы надо поучаствовал в движении вот первый тест этого уровня наверное я бы заходил вот здесь это уже был второй тест уровня но тем не менее просто здесь четко прослеживается вот это проторговка и уровень от которого цена вот здесь отскочил я бы здесь наверно фиксировался поэтому если бы трейдер заходил здесь то вероятнее всего он закрыл свой потайку здесь был более поздний вход но к среднюю потом был сильнейший разворот что-то произошло на рынке и хорошо что выбило здесь они вот на такой свече ну а вот это пошли уже сделочки по тейкам торговался фьючерс на нефть мы видим здесь разворот по нефти было нисходящее движение потом разворот произошел вот такой интересный образовался фрактал который виден всем участникам рынка от этого фрактала трейдеры и сует здесь некий уровень который был уровнем сопротивления перешел в уровень поддержки или зону как трейдер это нам показал первоначальный вход ведь был случайно это так называемым там техническая ошибка мы не засчитываем а вот дальше был правильный вход который закрылся по целям еще одна сделка в данном случае торговался фьючерс на евро ну здесь хорошая классическая сделка мы видим здесь правильно очерченный уровень который был уровень в свое время был уровнем поддержки потом стал уровень сопротивления поддержка поддержка и в очередной день следующий день цена открывается и резко отскакивает от этого уровня поэтому не сложно догадаться трейдер здесь набирает позицию и очень хорошо закрывается по целям сделочка от другого трейдера в данном случае торговался фьючерс на сбербанк мы видим восходящее движение фьючерса затем образовался в определенный день в следующий день разворот цена развернулась пересекла точку открытия пошла вниз и вот здесь надо было бы трейдеру сориентироваться на пробои вот этого между днем до трейда трейдер не стал заходить и я понимаю его здесь образовался некий такой боковичок зона неопределенности непонятно куда пойдет цена она могла бы здесь оттестировать и уйти вверх в продолжение тренда но потом впоследствии трейдер убедился в том что тренд сломлен то есть видите как х и не обновились поэтому здесь трейдер воспользовался следующим он очертил вот такой уровень уровень скажем так который был уровнем данном случае поддержки превратился уровень сопротивления внутридневный уровень ну а впоследствии торговал пробой вот это наклон и закрылся по целям еще одна сделочка от того же трейдера хочу обратить внимание трейдер только начинает свой путь как трейдер он только проходит обучение но при этом уже совершает хорошие системные сделки данном случае торговался фьючерс тот же на сбербанк мы видим здесь торговался горизонтальный уровень который был в одно время уровнем поддержки перешел уровень сопротивления и здесь трейдер выбрал как раз момент отскока от этого уровня заходит и закрывается тоже по цели ну а вот здесь как раз хочется разобрать этот слайд поподробнее поясняю почему торговался фьючерс на доллар первая сделка отличная сделка удержание уровня трейдер заходит позицию закрывается хорошим каскадом вот здесь трейдер немножко поторопился решил зайти в шорт но как мы видим с вами написал прям нас в этом слайде что вовремя отдернули старшие из массе группы видите как очень важно посоветоваться с коллегами массе группе которые подсказали что видимо движение было настолько сильно что вставать против него было достаточно опасно трейдер во время вышел и правильно сделал далее в продолжение тенденции трейдер попытался торговать по стопу а вот здесь я бы скажем так немножко пожурил трейдера за то что вот так вот рискованно набирать позиции кто знает цена закрылась под уровнем подтверждение старшего масштаба мы на данном скрине не видим поэтому здесь вероятен был того чтобы может быть и сильный разворот трейдеру повезло трейдер закрылся по целям а вот дальше если посмотреть вот эту картину смотрите была сначала снижение резкая потом фаза роста хорошая фаза роста а потом актив перешел в боковик и вот тут как раз возникает тот вопрос который мы сегодня с вами начали может быть надо было вовремя остановиться собрал тейки уйди с рынка да здесь трейдер что-то заработал но мог бы с таким успехом еще и потерять ну вот эта сделочка от другого трейдера мы видим здесь торгался фьючерс на ртс начало торгового дня сначала пошли вниз потом резко ушли вверх затем обновили экстремум дня цена ушла ниже от тестировала этот уровень как уровень сначала был уровня поддержки превратился уровень сопротивления трейдер не стал заходить здесь заходил немножко позже на пробить и вот такой наклонный что в общем-то наклонный оказалось не очень размашистый зато посмотреть сколько трейдер собрал вплоть до 1000 пунктов по индексу ртс это сделочка другого трейдера торида со стажем торгует профессионально обратите внимание на правильность отрисовки уровне четкие уровни которые трейдер и используют своей торговли что ему очень сильно помогает в данном случае торговался фьючерс на золото мы видим стремительно снижение фьючерса он доходит до уровня который был и сопротивлением и поддержкой и сильный происходит отскок в этот момент трейдер набирает позиции и далее закрывается на уровнях потенциального разворота сначала здесь забирает экину и потом постепенно вот так закрываются хорошими целями хорошим каскадом ну а вот этот слайд я бы назвал так лестница профит посмотрите торговался фьючерс на доллар это тот же трейдер который мы только что видели слайд посмотрите тоже от от торговается горизонтальный уровень сопротивление сопротивление поддержка поддержка в очередной день цена доходит до него отскаке трейдер входит позицию и закрывается по целям далее отрисовывается уровень как только цена отталкивается от него трейдер опять заходит позицию и аккуратно забирает профит затем коррекционный отскок трейд опять заходит позицию и опять закрывается по профит еще раз отскок отрисован горизонтальный уровень трейдер заходит позицию и опять закрывается по профит поэтому хочу сказать что я бы назвал этот слайд лестница профита посмотрите аккуратно лесенкой трейдер продвигается и заработал два с половиной процента движения цены не забывайте какое плечо на фьючерсы на доллар она у нас 10 поэтому сами можете посчитать сколько трейдер заработал положенным средством ну и хочется обратить ваше внимание на то что скоро стартует наш флагманский курс трейдер на миллион он стартует 5 сентября здесь вы можете на нашем сайте познакомиться в чем уникальность этого курса что входит в этот курс вот программа курса здесь подробно изложено но хочу обратить ваше внимание на самый важный факт что на сегодняшний день то есть до 5 августа курс стартует 5 сентября но до 5 августа действует скидка 20 процентов на версии как стандарт так и vip поэтому имейте это ввиду надеюсь что эта информация вам пригодится ну и коллеги это все на что хотел обратить ваше внимание то с чем хотел вас сегодня познакомить вам удачи крепкого здоровья и до новых встреч всем пока удачи